Кто нарисовал Монну Лизу? Монну Лизу? А что, известно, кто ее нарисовал? Ну да, известно. Вивальди? Нет, это был Бетховен. Черт возьми. Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. Меня зовут Джек Иширяев. Все видно. Это фирменный значок запатентованный. Губы слиплись. Сегодня прекрасная петербургская морозная погода, светит солнышко, все заледенело. Я в центре города. Если вдруг случайным образом вы увидите совершенно случайно красивые кадры с высоты птичьего полета, знайте, что это все я. Да, я теперь умею летать, как жар птица. Сегодня, как обычно, я вышел для того, чтобы познакомиться с прохожими, задать им пять простых вопросов. Не для того, чтобы уличить их в безграмотности, а для того, чтобы порадовать их. И за правильные ответы подарить тысячу рублей. Понимаете? Здравствуйте. Давайте немножечко поучаствуйте в нашем шоу. Очень веселым, радостным и счастливым. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не здороваетесь сегодня ни с кем? Ну, мы очень спешите. Спешите. Мужчина, вы тоже очень спешите. Я больше чем уверен, что они никуда не спешат. Они просто отмазываются. Не хотят выходить из зоны своего комфорта. Вот в чем вся беда человечества. Бомбарбия. Ой, здравствуйте, мужчина. Поговорите с нами немножко, пожалуйста. Или вы куда-то опаздываете? Нет, ну что? Не опаздывайте никуда. Так здорово, знаете. Стою здесь уже, знаете, сколько? Три часа. И никто не хочет со мной зря лякаться за мундрица. И, как говорится, за фуфы. За фуфы лица. Давайте-ка для начала узнаем, как его зовут. Меня зовут Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, меня зовут Евгений Борисович. По зимнему, да, сейчас делаем прикосновения. Ну, давайте. Давайте. Сейчас я выкину. Давайте, конечно. Это видео называется «Вопросы за бабоса». Я вам сейчас задаю пять вопросов. Вы на них отвечаете. Я вам плачу бабоса. Да бабоса мне не надо. А вот только с бабосами. Поехали. Вопрос номер один. У отца Марии пять дочерей, которых зовут Нина, Нана, Нене, Ноно. И, как же зовут пятую дочурку? Нюня, наверное. Раз так. Нина, Нона, Нана. Нюня тогда? Ну, как же Нюня? Когда Нина, Нана, Нене, Ноно и... Ну, ну, она должна так же точно идти по смысловым вот этим вот именам, да? Да я-то не знаю. Не знаете? Конечно. Давайте еще раз вопросик задам. Давайте. У отца Марии пять дочерей. У отца Марии не может быть, потому что Мария это дева вроде как, мне кажется. У отца Машки пять дочерей. Не у Машки, а у Баськи ее. Я понял, поехали. Нина, Нана, Нене и Ноно. Ну, значит, Ноно последняя. Так Ноно же четвертая девка. А Мария? А что ж Мария? У отца Марии. Марию, значит, тоже сюда приплюзывают. Ну, тогда. Ну. Так Машка, что ли? Ну, получается так. Машка? Да. И это все верно. Второй вопрос. Сложный был вопрос? Не, не сложный. Да дурацкий был. Дурацкий был. Замудреный. Глупость. Первый раз такое задаю. Ничего. Мне стыдно даже. Ничего, ничего. Какая планета третья от Солнца? Так. Вот тут я вам даю ответ. По астронавигации у меня очень плохо. Еще со времен военного училища, военно-морского. Поэтому, ну так, третья от Солнца. Блин, звездная глобус, звездного неба и все остальное сейчас в моей израненной голове. Уже ничего этого нет. Не могу, не могу, не могу. В какой голове? Израненной. Это кто ж вас поранил? Ну, я же военный. А, да? И что там? Военные иногда бывают на войне. Понимаете? Поэтому, да. По образованию я моряк. С акулами знаком. А я с меленок родился моряком. Знаете эту песню? Я зачат был еще моряком. Да? Поскольку у меня все в роду моряки, да. А для меня дорога широка. Вот такая участь моряка. У меня дед постоянно пел эту песню. Правильно. Когда хлопнешь, всегда хочешь петь. А, да, да. Потом я мазь просто поменял. Голова изранена. А с астрономией нет. И в те времена у меня с астрономией была напряженка. Три балла. Поэтому с планетами для меня... А потом еще вот это вот. Прощайте, скалистые горы. Я, кстати, могу вам сказать, что ее написал Матрос, эту песню. Да? Да. На подвиг очизна зовет. Матрос, как ты? Мы же споем? Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. А волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий родимая наша земля. О, кстати, в этой песне в конце был ответ. Черт возьми. Представляйте. Растаял в далеком тумане рыбачий родимая наша земля. Ага, в принципе, да. В принципе, да. Третий вопрос. В какой стране находится Лувр? Лувр – это Париж, Франция. Четвертый вопрос. Всего у нас пять вопросов. На ковре из желтых листьев в платье цепростом. Из подаренного ветра крепдышина танцевала в подворотне осень. Вальс Бастон отлетал. Теплый день не хрипло, пел саксофон. Как часто вижу я сон. Мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс Бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон. Мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс Бастон. Спасибо. Вы душевно ответили на четвертый вопрос. Итак, пятый вопрос. Ответив на него, вы победитель в этой передаче. Так, что-то у меня все сбилось. Все куда-то перекатило. А, я не туда залез. Я залез в заметки. У меня же все по-другому здесь. Пятый вопрос. О, какой он сложный. Ну, ничего. Какой гормон называют гормоном счастья? Сейчас, 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 сейчас. Так, взрыв гормонов счастья. Как же он, мух. На Э. Вот на Э я помню. Это прямо в точку. Эндорфин. По-моему, эндорфин. По-моему, эндорфин. Итак, я вам предлагаю следующее. Во-первых, вы берете в руки эту, как ее называть, сарделечку. Я вот так вот держу. Хорошо, держу. Нас увидит прилично народу. Народ смотрит всю эту лабудень. Да. Поэтому кому-то передавайте привет. Эфир сейчас ваш. Пока я тут колупонюсу. Ой. Вот так вот. Я понял. Да. Мои дорогие боевые друзья. По ракетному подводному трейсеру стратегического назначения К-433. Я приглашаю вас всех на нашу ежегодную встречу 20 декабря. Все остальное можно будет узнать либо у меня, либо у нашего председателя Димы, либо у Славы Быкова. Все. У меня все. Других у меня знакомых нет. У Славы Быкова? Да. Это ваш приз. Пожалуйста, держите. Тысячонка рублей. Все как положено. Я с ним выключаю. Конечно. Да что ж. Что ж шарашили. Спасибо вам большое за это участие. Спасибо. Это очень, мне кажется, прекрасно. Настроение хорошее? Хорошее. Это великолепно. Пускай оно у вас будет еще лучше. Я постараюсь. Постарайтесь. Постарайтесь. Я заинтересованная сторона. Это радует. Все-таки заинтересованная. У меня 62 года. И я стараюсь держать себя в тонусе. Еще раз. Как вас зовут? Жека? Жека. А меня Серега. Давай, Жека. Удачи. Ну давай, Серега. Давай, дружище. До свидания. Я сейчас буду в метро. Хорошо-то как. Слушай, не будем далеко уходить еще. Народ уходит, проходит мимо. Чего я буду за ними бегать? Народу немного. Но все же, почему бы просто не постоять здесь? А кто пройдет? Кто пройдет? Птицы этих. Птицы, боюсь. После того, как на меня напала ворона. Вернее, не на меня, а на мой квадрокоптер. Кстати, посмотрите, какие чудесные кадры в том месте, где я нахожусь. Ребят, привет. Поболтайте со мной пять минут, пожалуйста. Не судьба, ребятки. Сегодня не ваш денежчик. Есть три минуты, чтобы пообщаться со мной на скрытую камеру. На скрытую? Ну, она открытая, но она такая, что похоже на скрытую. А какой вопрос? Очень серьезный вопрос. Да, давайте. Давай. Залетай. Залетай в кадр, чтобы тебя было видно. Так, у нас же хорошо видно, как светит солнце прямо в лицо. Проверка знаний будет? Да, типа того. Но если эти знания будут стопроцентные, то я тебе дам тысячамку рублей. Классно? Ну, давайте попробуем. Давай. Меня зовут Жека. Меня зовут Максим. Максим, судя по тому, что у тебя выросла бороденка, тебе, наверное, 24 года, правильно? Примерно, да. Максим, а ты куда так не торопишься? До метро. Все торопятся куда-то. И мне приходится. Серега только не особо торопился. Серега не торопился. Но ты, Макс, тоже не особо торопишься. Особо не торопишься. Ты запутал меня. Ну, ладно. Первый вопрос. Часть прямой, ограниченная двумя точками. Отрезок. Как древние египтяне называли своего царя? Фараон. Тоже жми рук. Как называлась официальная политическая идеология гитлеровской Германии? Нацизм. Четвертый, да, вопрос? Утекай. Подворот не нас ждет. Маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парке все гангстеры спят. Остались только мы на растерзании. Парочка простых. Ну, эта песня мумит роли. Надо дальше сейчас петь. Ну ты чего? Да, я не помню. И молодых ребят. И поехали. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля-ля. Ля. Я не помню. Ля-ля-ля. И последнее. Утекай. Все, это все, что от тебя требуется. Самый сложный вопрос, чтобы ты не ответил и остался с носом. Какая большая река протекает через Лондон? Тензор. Поможешь мне кое-что замутить? Ты победитель, сейчас ты бабушки. Получишь, надо кое-что сделать. Пошел. Передашь пока колбаску. Что-нибудь привет кому-то передай, там, все дела. Сейчас я кое-что замуту. И ты уйдешь? Ну, нет. Ты пока привет передавай кому-нибудь. Да ладно, я скромный парень. А у тебя что за мобила? А, а что такое? Айфон? Ну да. Последний? Нет. А какой? Обычный. Да? 12, 13, 11? Не знаю. Короче, это реклама. Сейчас я прорекламирую кое-что. Смотрите, колонка Vibe Q1. Если вы когда-нибудь... Дождите, можно что-то? Микрофончик. Если вы пользовались джибель, ты же врубаешься, что джибель колонки топчик. Да. У меня есть джибель экстрим. Она похожа вот на такую лабудень. Колонка топовая джибель, но... Но. Дорогая. Безусловно. Она нормально бабок стоит. Экстрим я покупал 100 лет назад за 13 тысяч, сейчас по-любому 1016. Эта маленькая и громкая вонючечка стоит тысяч 9, что ли, или 8 с половиной. Короче, ценник адекватный. Звучит она ништячок. Водичка, не водичка, дождик ей не помеха. Все у нее будет классненько. Вайп. Это проверенная хрень, потому что у меня есть вот такая дома, где я караоке лабаю, как дьявол. Это все вайп. Они мои спонсоры, они мне, короче, надавали целый килограмм всякой лабудайски. Я сейчас типа ее рекламирую. Нет, это хорошая колонка, давай ее включим. Смотрите, она издает звучочек. Это сейчас продажа идет? Нет, это реклама. Какая продажа? Думаешь, я тебе продаю, что ли? Видимо, да. О, слышал? Слыхали звук? Сейчас я включу музончик. Чувствуешь? Да? Басик идет? Идет. Переходя по ссылке в описании, будет сайт. На Озоне, Вольдорадо, там всякие сайты, где продается очень много всякой продукции. Вот вайп. Ребята, качество хорошее. И ценник адекватный. Знаешь, почему я спрашивал про то, какой у тебя телефон? Потому что у меня я видал, какой телефон, да? Вот он. Пауэрбанк. Это пауэрбанк, который магнитится прямо на телефон. Эти же последние айфоны, они железные. Прямо магнитится и заряжается. Сразу заряжается, потому что это пауэрбанк, который без... Чего? Без шнуров. Без шнуров. Нет, шнур можно воткнуть в Type-C. Классная фигня. Классно. Придется купить айфон 12 или какой-то. Придется. И вот такая мандуласька стоит, я видел у них на сайте, 2 500. Неплохо. В описании все ссылки, мылки, вся есть эта шалупей. Спасибо тебе, Макс, большое. Подожди, дай я тебе дам подарок. Пусть у тебя тут столько, все равно, простоялось. Вот где бабусы-то все, а вот они. Все, осталось окучить. Вот тебе окучил еще одного и поеду домой. А, нет. Не поеду, еще буду летать на квадрокоптере, чтобы кадры были бешеные. Окей. Да, все будет четко. Все, Макс, не знаю, что бы я без тебя делал. Давай еще раз делаем прикосновение. Дал ты каждый день. А что? Народа нет. Да, слушай, мне хватит. Вон та еще красавица и все. И я сегодня в ажуре. Четенько? Четенько. Все, давай, Макс, пока. Давай. Ой, девушка, здравствуйте. Давайте покушаем, постоим, пообщаемся немножко. Ча? Иди сюда. Постоешь со мной немножко? А? Уже? Уже стоишь? Поближе, поближе. Шаверму ты где покупала? Это не шаверма, а фулафи. А у тебя на носопырке. Еще, еще. Поучаствуй, пожалуйста, с нами в нашем шоу. Я задам тебе пять вопросов, ты на них ответишь, я заплачу тебе бабосов. Ну, ништяк, я как раз на милей. О, вообще круто. Неудобно, да, с этой штучкой? Да, можно я ее куда-нибудь? Да, смотри, вон моя сумка, можешь где-нибудь закинуть рядышком. Как тебя зовут? Катя. Катя, я так и думал, меня зовут Женя. Привет. Привет. Ты куда вообще намылилась с таким причесанным? К неврологу. Проблемы с нервишками? Не проблемы, есть кое-какие задачи. Что за задачи расскажешь нам? Так интересно. Я думаю, это будет слишком длинная история. А ты красенькая, елупани. Блин. Бывают проблемы в жизни, с которыми самостоятельно справиться тяжеловато. Это типа в жизни так бывает, что любовь приходит вновь, только пламя догорает. Знаешь, что это песня? Нет, не знаю. А тебе сколько лет? 27. И ты не знаешь эту песню? Это прикол, конечно. Вопрос номер один. В каком году затонул «Титаник»? Не знаю. Ты не бодрячком сегодня? Нет. Что так? Я с бодуна. А, вчера была вечеринка? Угу, с котом. С настоящим? Да, с моим котом настоящим. Ты сидела и хрюкала какую-то синебаску в одно жало с этой собачонкой? Нет, с котом и с черепахой. А, с черепахой. Винишко? У-у, ты Васик. Ты Васик хрестал. Корону? У-у-у. Нет? Сейчас все короны пьют. Моча такая, ни башка, ничего от нее не болит. И это как его... И все. Но не вставляет. 1900 какой год? Ну, Титаник, затонул. Когда? 1900, может быть, 36... Нет, давай раньше, давай раньше. 29-й? Нет, еще раньше, до революции нашей, которая 17-го года была. Тогда 912-й может быть? Все верно, все верно. Давай, давай, просыпайся немножко. 12-й год. Второй вопрос. Каким символом в таблице Менделеева обозначается железо? А как своими словами? Такая буковка G, может быть, E... G? G? Не, не G. Да, E это все верно, а первая не G, другая. А ты что кушаешь сейчас там? Ты говоришь? Фалафель. Вот. Почти. F? F? F, E. F, E. Ну, отлично. Здорово. Сколько животных Моисей поместил в ковчег? Каждой твари по паре. Количество? Не знаю. Сколько животных Моисей поместил в ковчег? Сколько животных Моисей, а? Нет, я не понимаю таких дометов. Короче, это вопрос так себе. А почему? Почему? Да. Сколько пивал, да, ты вчера высосала? Две бутылочки. Две бутылочки с чипсонами? Без. Без. Ладно, еще раз. Кто вообще этих зверей в ковчег-то? Кто? Моисей? Нет, не Моисей. Другой. Дети у него родились. Там, поубивали друг друга. Там, Кай. Вовель. Фалафель Вовель. А он? Кто он такой? Он же не Моисей. Вообще без понятия о чем-то. Ну, как зовут-то его? Да я не знаю. Ну, три буквы, я говорю. Последний Y, Гной. А если мы уберем букву Г? Ой. Нет. Ной, Ной. Ной в ковчег? Ной в ковчег. Ной в ковчег. А его нашли или нет? Этот Ной в ковчег? Его же искали. Я искал его вчера. Угу. И я не нашел. Угу. Знаешь, что я расстраиваюсь? Угу. Что злые люди. Злые. Я снимаю. Ну, ну и что, что злые? Это шоу я снимаю. Ты знаешь для чего? Чтобы ты вот идешь к неврологу, и меня встретила, и такая радостная и счастливая от меня ушла. Ну, ты быстренько, типа, на все ответила, и думаешь, что классно сегодня пацана встретила. Не, работают, счастливые люди уходят, понимаешь, от меня. А порой, когда я с кем-то заболтаюсь, и ты, например, с похмельюги, и Ной в ковчеге просто не вспомнила. Ругаться будут все вот они. Угу. Будут говорить, какое-то образование, какие там глупые сейчас люди. А ведь это же не так. И это вообще не важно, согласись. Да, вообще все эти вопросы не важны. У каждого своя стезя, в которой он варится. И вот этот, Ной в ковчег, сколько зверей, когда потонул Титаник, и какая там буква. Да, это же все такая ерунда. Угу. Но люди, они по-другому видят этот контент. Вопросы же, на самом деле, очень легкие. Я же тебе не задаю какие-то такие повыше математики. Они простые, и люди все их знают в целом. И когда они видят то, что ты не знаешь, они будто бы выше на голову, типа, они такие крутые. Так. Ты не ответила, и все, ты для большинства просто такая вот плохая девчонка. Вот чего мне неохота по ним. Ты понимаешь? Но я не хочу, чтобы они так себя чувствовали. Я хочу, чтобы они просто посмотрели передачу, кайфанули, порадовались за тебя. Потому что есть такие зрители, они же пишут мне. Так. Так я все-таки не поняла, с какой целью вообще весь этот контент создается. То есть какой смысл ты вот в это во все вкладываешь? Я не понимаю тебя. Ты не понимаешь? Нет. Видишь, я, наверное, сам себя даже не понимаю. То есть ты ответ ищешь. Ты просто придумал себе путь, и ищешь, чтобы тебе кто-то дал тебе ответ. Этот путь даже я не придумал. Он просто есть, этот путь. Ну, он есть. Давай тогда я задам тебе четвертый вопрос. И мы вообще сейчас кайфанем с тобой по-любому. Поехали. Вопрос номер четыре. Моя жизнь как пасьянс. Моя жизнь как рулетка. То провал, то вдруг шанс. То триумф, то потери, то везение во всем. И не так это редко. О, Ларри. О, Ларри. Все случается со мной. Я думал, ты подпоешь мне сейчас. Еще пусть знает, что это такое. Да? Ты сам придумал. Это Сосо. Это что-что? А фамилия-то какая у Сосо? Что Сосо? Сосо. На чем? Сосо Павляшвили. А, нет, я его не слушаю. Я не знаю. Что слушаешь? Тебе 27 лет, выглядишь на 18. Спасибо. Да? Спасибо. Алкоголь и наркотики делают свои дела. Ладно. Кто нарисовал Монну Лизу? Монну Лизу. А что, известно, кто ее нарисовал? Ну, да. Известно. Вивальде? Нет, это был Бетховен. По-любому Бетховен. Он как Ди Каприо. Да, да Винчи. Да Винчи, да. Лева, Лева, да Винчи. Знаем мы да Винчи. Льва? Льва да Винчи? Лев да Винчи. Привет всем, кто не ответил на все эти пять вопросов. А всем, кто ответил, мы привет вам не передаем. Ага. Хрен с ним, что ты ни хрена вот ничего от этого не знаешь и ни на что не ответила. Хрен. Да не ради этого всего. Я делаю хрен с этим, со всем, с ним. Че, богер, главное, чтобы жизнь была в удовольствие. И если ты получаешь удовольствие от всего вот этого и вот от тех, кто там, блин, ну живи так. Ну все, давай обниматься, давай обниматься. Не коронишь? Ой, нет. Да какая корона? Это не для нас. Мы даже об этом не думаем, понимаешь? Кто об этом не думает, того это проходит мимо. Про что? Ну, про вот эту вот всю корону надо вырезать по-любому. Да хватит уже. С чем? Я про пивалдер. Че? Да ладно тогда. Че, я заканчиваю видео. Сейчас вы будете видеть классные кадры, которые я снял на квадрокоптер. Сейчас я буду летать на квадрокоптере. Все дела сегодня. Погодка четенькая. А что, а здесь можно? А здесь можно летать? Я читал. По-моему, нужно разрешение. У меня тот квадрокоптер, он весит специально столько, сколько можно, чтобы разрешения никакого ни у кого не просить. Пошли в жопу. Правильно? Угу. Ну все, давай кулачком с собой чепокнемся. Там у тебя остыла, небось, твоя уже хрень. Это не хрень. Подогреешь ее в микроволновочке. Это сирийский фалафель. Самый лучший на Петроградке. Кари есть там? Конечно. Там все есть. Все, ну супер. Катюк, ну давай, что? Ну давай. Давай. Потом. Хоть немножко тебе как-нибудь поднял настроение, скажи мне? Ну вот этой бумажкой ты мне очень поднял настроение, да. Ну, хоть так. Вот так, все, Катюк, давай. Давай, счастливо. Пока. Тебе тоже, удачи. Спасибо. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Да, сейчас будут красивые кадры. Господи, сволочи, эти воробьи уже вокруг летают здесь. Смотрите. Уже эти гадюки соображают зенками, что сейчас полетит мой маленький коршун. Он сейчас полетит и будет летать здесь. Снимать сумасшедшие видосы. Не буду вас заставлять и просить и напоминать о том, что если не подписаны, подпишитесь. Буду вообще молчать о том, что, конечно, лайкосы это нормальная тема. И лампасить комментирует. И лампасить комментирует тоже ништячок. Я про это сегодня ничего не буду говорить. В описании будет ссылка на моих спонсоров, которые действительно... Я, может быть, делал такую сегодня рекламу утрированную, но за то, что аппараты у них качественные и недорогие, это факт. Я уже год юзаю колонку Vibe Nitro 200, которая с микрофоном, а это меня очень радует, что она с микрофоном. И она работает четко, уверенно. Вообще мне никаких хлопот не доставляет. И ему зло из нее несется качественно. Ребята, это твой Vibe, это мой Vibe, это твой Vibe, это твой Vibe. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прикол сейчас расскажу. И в этот момент, во время полета, у меня теряется управление. Он начинает летать сам по себе, его высота снижается, то он поднимается, то он уходит в сторону, видно, что его тянет по ветру. А я не то, что не могу ничего сделать, мне пишет на экране, что все спутники потеряны, что режим какой-то ICC 7CP, пульт, который у меня в руках, он весь пищит, визжит. Я испугался. В секунду я подумал, все, сейчас он утонет. В другие секунды я испугался, что он улетит на трассу и там грохнется на какую-нибудь машину. Потом деревья рядом, думаю, сейчас прямо в деревья все это поломается, упадет. Что происходит, не понимаю, пульт визжит, пищит, свищит и ужас какой-то. Почти везде в центре Санкт-Петербурга ставят глушилки. Я потом посмотрел видосы, оказывается, что да, ты можешь летать первые 5 минут, потом, видимо, происходит какая-то синхронизация, и он отключает спутники. И дрон находится в своем режиме, его просто уносят ветром, пока с ним что-то не произойдет, представляете. Это мне еще повезло, что я его видел. Порой я улетаю так далеко, что мне просто его не видно. И вот если бы он так улетел далеко, то все, я бы его потерял. И он бы куда-нибудь грохнулся, либо на чью-нибудь голову, в чью-нибудь коляску или на машину. Вот такие у нас законы. Так можно остаться без своего имущества, и при этом кому-то прилетит еще сверху. Я понимаю, что в центре города и все те красоты, которые хотелось бы вам показать, я не покажу, снимать в центре я больше не буду. Вот такая ситуация. Спасибо, а до свидания.